Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Дом, в котором живет Бог». И мы, как и прежде, отправляемся в этот удивительный мир церкви для того, чтобы узнать о нем что-то новое и интересное. В прошлой нашей передаче, как вы помните, мы начали большой и сложный разговор. Мы стали говорить о таинствах. Что же такое таинство? Давайте вспомним. Таинства – это такие священодействия, такие видимые знаки, через которые человеку невидимым образом подается благодать от Бога. А теперь скажите мне, сколько в нашей церкви таинств? Верно, их семь. Но, когда мы называем это число семь, то понимаем, что оно довольно условное. В некотором смысле, всякое действие в церкви является таинством. Но принято говорить именно о семи таинствах. Вы не забыли их название? Давайте повторим. Это крещение, миропомазание, таинство Евхаристии или причащения, покаяние, таинство священства, таинство брака и таинство елеосвящения или соборного. И, как я обещал, начиная с сегодняшней нашей встречи, мы будем с вами говорить о каждом из них в отдельности. И начнем мы с таинства крещения. Само это слово, крещение, оно очень похоже на два других. Христос и крест. И это не случайно. Ведь, когда человек крестится, он становится христианином. То есть, старается быть похожим на Христа. А еще, во время совершения этого таинства, на человека надевают крест. Вот я тут сказал, стать христианином? А что же это такое? Это ведь не просто поменять свои убеждения или свой образ жизни. Это значит решительно переродиться, стать новым человеком. Именно поэтому крещение называют таинством нового духовного рождения человека. Итак, крещение – это таинство нового духовного рождения человека. Но ведь родиться человек может только один раз. И точно так же нельзя дважды креститься. Именно поэтому крещение совершается только один раз в жизнь. Повторение этого таинства не допускается. Видимым образом, крещение состоит в том, что человека трижды погружают в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С этого момента человек начинает жить совсем другой жизнью, жизнедуховной. Что это такое, мы с вами помним. Это стремление души человека к Богу. Выражаться оно может по-разному. В добрых делах, в любви к ближнему, в молитве и так далее. Но самым главным условием для принятия крещения является искренняя вера во Христа и Его Церковь, которую Он основал на земле. Итак, для крещения необходима вера во Христа и Его Церковь. Ну хорошо, вот мы сказали, что нужна вера. А как же дети? Ведь в православной церкви крестят не только взрослых, но и младенцев. А ведь младенцы не могут сами сказать, веруют они в Бога или не веруют. Поэтому для них родители выбирают крестных. Крестные – это люди, которые дают обещание воспитывать ребенка так, чтобы он вырос хорошим христианином. Обычно крестный – это друг семьи. Но есть одно важное условие, которое необходимо для самого крестного. Он должен быть верующим человеком. А иначе, как он сможет правильно выполнять свой долг? Крестный – это поручитель за веру крестника. Он обязан наставлять его в крестьянской жизни. Кто-то может спросить, зачем тогда вообще крестить ребенка? Может, лучше подождать, пока он сам скажет, что верит в Бога, что хочет креститься. Но в таинстве крещения ребенок входит в большую семью церкви и становится ее сыном или дочерью. А Бог заботится о своих детях и помогает им в жизни. Поэтому родители-христиане стараются как можно раньше окрестить своих детей, чтобы Господь уже с детства им помогал. Наблюдательные люди очень хорошо знают, какая большая разница есть между крещенными и некрещенными детьми. Что же касается веры, то она есть даже у самых маленьких. И иногда можно сказать, что вера ребенка бывает крепче, чем вера взрослого. Христос в Евангелии всем ставил в пример детскую веру. Он говорил так, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Поэтому церковь с давних времен совершает крещение и над взрослыми, и над детьми. Тем самым дети становятся полноправными членами церкви и могут участвовать в ее таинствах. Итак, в православной церкви принято крестить и взрослых, и детей. Ну вот, пожалуй, и все. Давайте подведем некоторые итоги нашей сегодняшней беседы. Что же мы узнали? Во-первых, что крещение – это таинство духовного рождения человека в новую жизнь, жизнь в церкви. Необходимым условием для этого является искренняя вера. Ну а за тех, кто еще не может сказать о ней, поручается близкий человек, крестный, который берет на себя обязательство воспитывать его христианином. Ну вот, друзья, наша передача подошла к концу. В следующий раз мы продолжим наш разговор о таинстве крещения и поговорим уже о том, как к нему готовиться. Ну а если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, пишите на наш сайт. Его адрес сейчас вы видите на своих экранах. А я, диакон Сергий Борицкий, на этом прощаюсь с вами. До скорой встречи и храни вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»